Всем доброго дня! Это Гелёс Сар и учебник «Всеобщая история нового времени. Конец XV по XVII век. Седьмой класс. Издательство Просвещение». Глава третья. Англия и Франция в XVII веке. Два пути политического развития. Это было время, когда король Англии поссорился с парламентом и пытался править без него, как делали монархи в других странах. Но у него почему-то ничего не получилось. Когда он проиграл гражданскую войну и был казнен, но его сын смог вернуть отцовский трон. Когда английские короли примирились с ограничением власти. И в это же самое время, когда на другом берегу пролива Ла-Манш французский король Солнца Людовик XIV блистал в сиянии кажущейся или на самом деле абсолютной власти. Параграф двенадцатый. Англия, парламент и монархия. Термины. Джентри, монополия, огораживание, протекционизм. Личности. Карл I Стюарт, Джон Пим, Джон Хэмпден, Яков I Стюарт. Даты. 1603-1625 годы. Правление Якова I Стюарта. 1625-1649. Это правление Карла I Стюарта. 1640 год. Начало революции в Англии. 1642 год. Начало гражданской войны между королем и парламентом. Как развивалось хозяйство Англии. В начале 17 века Англия в целом продолжала оставаться аграрной страной. Лишь четверть из ее примерно пятимиллионного населения жила в городах. Самым крупным из них был Лондон, примерно 200 тысяч жителей. Большинство крестьян пользовались землей на основании договора или на правах аренды. Они платили землевладельцу, лендлорду, денежный оброк. Зажиточные крестьяне нередко становились собственниками занимаемой земли. В средние века главное значение поместья заключалось в том, чтобы снабжать землевладельца, его слуг и воинов средствами существования. Но с развитием торговли многие феодалы начали сбывать на рынок часть продукции, производимой в поместье. И увидели в этом источник денежного дохода. Немалая часть английского дворянства увлеклась погоней за прибылью. Их называли новым дворянством или джентри. Представители нового дворянства хотели свободно распоряжаться землей как частной собственностью. Но в это время это было невозможно. Все дворянские земли рассматривались как пожалования короля. За них полагалось служить или платить. Существовали и другие ограничения. Серьезной проблемой для английских крестьян были огораживания. Нередко крестьяне поднимали восстания, выступая против этого явления. Собственно говоря, что такое огораживание? Довольно скоро в Англии обнаружили, что производить из шерсти овец ткань намного выгоднее, чем, собственно говоря, выращивать какой-то урожай. И тогда начали вот эти самые джентри начали огораживать территорию земель, выгоняя крестьян для того, чтобы пасти овец на этих землях. Поскольку производство шерсти и производство ткани было выгоднее, чем выращивание обычного зерна. Крестьяне из-за этого разорялись и оказывались буквально вышвырнуты на улицу. Им, естественно, это не нравилось, но их никто абсолютно не спрашивал. И, собственно говоря, нам дается карта хозяйства Англии в 16 и первой половине 17 века. И здесь в зеленых границах показаны, собственно говоря, территории, где происходило огораживание. И мы видим, что где-то половина всей территории Англии была подвержена этому самому огораживанию. И там довольно-таки регулярно вспыхивали восстания крестьян, которые были страшно недовольны тем, что овцы убивают людей. Конечно, не напрямую, но для овец забирали землю, а крестьян выкидывали на улицу. То есть крестьян обрекали на смерть от голода из-за овец. Естественно, что это крестьянам не нравилось. При этом, значит, какие территории не были подвержены огораживанию? Это самый север Англии и, собственно говоря, территория Уэльса. Там тоже огораживание практически отсутствовало. Все восстания крестьян жестоко подавлялись. Королевская власть, в Англии ее называли короной, принимала законы против огораживания. Но они практически не соблюдались, в отличие от законов, направленных против бродяг. Дело в том, что на местах власть принадлежала тем же дворянам, которые, разумеется, были заинтересованы в захвате новых земель. Тем не менее, вмещательство короны и множество ограничений на свободное распоряжение поместьями раздражало новых дворян. Довольно быстро в Англии развивалось и производство, особенно сукноделия, то есть производство сукна, ткани из шерсти. Однако в городах ему мешали цеховые ограничения, по традиции поддерживаемые властями. Мануфактуры легче было создавать в пригороде или даже в деревне, где производству не грозило постороннее вмещательство и регулирование, а уж дешевой рабочей силы в деревне вообще было полно. Огромную роль в стране играла торговля, внутренняя и внешняя. Островное положение способствовало развитию прибрежной торговли и превращению всей территории Англии в единый национальный рынок. Теперь на местных рынках можно было купить товары, произведенные в разных районах страны и не только в данной округе. Наиболее успешно торговля развивалась на юге и востоке. И, собственно говоря, опять-таки нам дается картинка Лондон в 1616 году. И объясните, как эта картинка иллюстрирует текст первого пункта. Здесь мы видим крупнейший город Англии. Город с населением более 200 тысяч человек. По тем временам один из крупнейших городов всей Европы. Москва, крупнейший город России в тот момент, едва ли достигала 100 тысяч, а в Лондоне было вдвое больше. То есть вот эта картинка хорошо иллюстрирует эти слова о крупнейшем городе Англии. Внешнюю торговлю Англии контролировал ряд крупных купеческих компаний. Ост-Индская, Московская и ряд других. Обладая мощным флотом, компании нередко сочетали торговлю с пиратством. Корона стремилась извлечь выгоду от роста промышленности и торговли. Елизавета Первая Тюдор активно поддерживала деятельность торговых компаний, поощряла развитие новых производств. Королева проводила политику протекционизма, защищая английских купцов от конкуренции с иностранными торговцами. Вместе с тем Елизавета начала раздавать за деньги монополии, исключительные права на какую-либо деятельность, например, на производство и продажу мыла. Монополии обогащали небольшие группы привилегированных предпринимателей и их покровителей из числа придворных, но разоряли остальных и вели к росту цен. Вопросы. Почему новых дворян было больше всего в южной и восточной частях Англии? Южные и восточные части Англии – это те территории, где выгоднее всего было держать овец. По этой причине там быстрее всего развивались капиталистические отношения и появлялись джентри в самых больших объемах. Второй вопрос. Почему корона пыталась препятствовать огораживаниям, но эти попытки не увенчались успехом? Для короны большое количество бродяг, то есть крестьян, которые потеряли землю из-за огораживания, было, разумеется, невыгодным. Ведь часть этих крестьян становились бродягами, а часть становились разбойниками на дорогах. Приходилось принимать меры уже правоохранительные. Естественно, что все это были бесконечные убытки. Это не нравилось короне, но сделать на местах корона ничего не могла. Какую политику проводили английские короли из династии Стюартов, и почему она вызвала всеобщее недовольство? В 1603 году, после смерти королевы Елизаветы I Тюдор, английский престол перешел к Якову I Стюарту. Он продолжил оставаться королем Шотландии, но два государства существовали раздельно, хотя и управлялись одним монархом. Яков I был убежденным сторонником абсолютной монархии. Он даже писал большое сочинение на эту тему. Там утверждалось, что любой, кто противится монарху, виновен в измене и должен умереть. Однако в Англии по традиции большие полномочия принадлежали парламенту, особенно в сфере утверждения налогов. Королю приходилось вести переговоры с парламентом, уступать или угрожать. Был период, когда парламент не созывался им в течение семи лет. В проводимой политике Яков I зачастую не считался с интересами купцов и джентри, то есть тех самых сил, которые имели мощное представительство в парламенте. Например, он завершил продолжавшуюся почти 20 лет войну с Испанией, дававшую английским пиратам право безнаказанно грабить испанские галеоны, которые шли из Южной Америки, груженные золотом и серебром. Сын Якова I, король Карл I Стюарт, полностью разделял взгляды отца. Когда король в очередной раз обратился к парламенту с требованием предоставить ему деньги для участия Англии в войне, парламент подал ему петицию о праве. В документе содержались требования уважать права парламента и великую хартию вольностей. В ответ король распустил парламент и не созывал его 11 лет. В период 11-летней тирании королю и его советникам приходилось прибегать к различным хитростям, чтобы получать новые доходы. Очень болезненно был воспринят восстановленный королем старинный корабельный сбор на нужды флота. Когда-то он взымался в прибрежных графствах, но Карл I распространил его на всю территорию страны, превратив тем самым в обычный, но не одобренный парламентом налог. Один из лидеров разогнанного парламента, Джон Хэмпден, отказался платить корабельный сбор и пытался в суде доказать его незаконность. Процесс Хэмпден проиграл, но его имя осталось в истории Англии как символ сопротивления произволу. Впрочем, проигрыш Хэмпдена не был удивительным, ведь судебные органы, Звездная палата, Высокая комиссия, подчинялись королю и принимали решения, которые были выгодны именно короне. Вопросы. Каких взглядов на королевскую власть придерживались Яков I и Карл I? Они считали, что вся власть должна принадлежать только королю, и никакие ограничения не могут существовать у королевской власти. То есть, они были сторонниками абсолютизма. Второй вопрос. Почему корабельный сбор вызвал такое возмущение в английском обществе? Изначально корабельный сбор появился во времена нормандских вторжений, то есть вторжений викингов в Англию. И тогда население признавало этот сбор необходимым, ведь эти деньги шли на строительство кораблей для защиты побережья. Но здесь, при Карле Стюарте, уже такой ситуации не было. Так мало того, раньше корабельный сбор платили только в прибрежных провинциях, а теперь его распространили на всю страну, превратив в дополнительный налог, который не был одобрен парламентом. А в Англии все налоги должны были проходить одобрение парламента. Естественно, что это вызвало сильное недовольство. Третий. На основании текста составьте комментарий к иллюстрациям. Почему в руке у Джона Хэмбдена изображена шпага? Ну, Джон Хэмбден все-таки был членом палаты лордов, то есть он был представителем дворянства и имел полное право на нощение оружия. То есть, по сути, Хэмбден своей позой и шпагой в руке призывает к вооруженному сопротивлению против тирании короля. Почему правительство жестоко преследовало Пуритан? Как вы уже знаете, в результате реформации в Англии господствующее положение заняла англиканская церковь. По пышности обрядов и внутреннему устройству она мало отличалась от католической. Это не нравилось Пуританам, выступавшим за «отчищение англиканской церкви от наследия католических традиций». Они настаивали и на отмене подчиненности церкви королю, считая, что церковь должна быть независимой и управляться выборным руководителем. Как и другие протестанты, пуритане призывали к трудолюбию и бережливости. Даже внешним видом пуритане резко контрастировали с раззолоченными нарядами придворной аристократии. Строгие черные костюмы или платья, аккуратные белые воротнички из простого полотна, стриженные под горшок волосы, из-за них пуритане позднее стали называться круглоголовыми. Театр, танцы, музыку и прочие развлечения пуритане считали греховными. Роскошь королевского двора вызывала у них глубокое отвращение. И знаете, вот здесь вот пуритане описываются, что вроде как они были очень скромными. Но здесь есть одна особенность. Многие из пуритан были очень богаты. И при всей своей богатстве они жили слишком скромно. Знаете, когда очень богатый человек в своей фанатичной вере в пуританскую веру, так сказать, в пуританской религии, он живет буквально в обычном однокомнатном сарае рядом с животными, имея при этом миллионы на счету, это вызывает очень большие вопросы. Извините, ради, вот все ради денег? Пожертвовать всем ради денег? Ну извините, разве деньги не должны приносить определенный комфорт? Конечно, бывает излишний комфорт, но ладно, оставим. Но есть вполне себе обоснованный комфорт, не так ли? Так вот, пуритане, они в своем фанатизме исходили из того, что деньги должны быть сами по себе, а все остальное, что препятствует деньгам, должно быть греховным. Мое личное мнение, что это очень большая ошибка. Конечно, деньги это хорошо, но извините, если деньги становятся самоцелью, то это не деньги, это проклятие. Деньги это только средства. Средства, чтобы обеспечивать собственный комфорт в этой жизни. И не более того, деньги сами по себе самоцелью быть не могут. Корона видела в пуританах серьезную угрозу. Нет епископа, нет и короля, говорил Яков I. Преследования пуритан приобрели массовый характер. Многие были вынуждены уезжать за океан в Северную Америку, чтобы на новых землях беспрепятственно притворять в жизнь свое учение. Оставшиеся брались за оружие. Так в 1628 году фанатичный пуританин Джон Фелтон убил королевского фаворита, герцога Бекингема. Вопросы. Против чего и за что выступали пуритане? Пуритане, будучи фанатиками, категорично требовали, чтобы, во-первых, церковь была очищена от любых признаков роскоши, чтобы все церковные руководители были строго выборными, а сама церковь была строго независима от какого-либо влияния властей. Властям это очень сильно не нравилось. Второй вопрос. Как вы думаете, среди каких слоев населения распространилось пуританство? Разумеется, это в основном горожане. Это городские торговцы, городские купцы, городские ремесленники присостоятельные. Это в немалой степени состоятельные крестьяне. Они тоже очень активно поддерживали пуритан и сами принимали пуританскую веру. По сути дела, пуритане это кальвинисты. То есть, не путайте, кальвинизм, пуритане это фактически одно и то же. Разница только в некоторых названиях, не более того. Так вот, зажиточные крестьяне, многие из них считали, что надо быть скромным. Но пуритане скромность поставили в такой абсолют, что это вызывало у многих уже действительно определенное раздражение. Когда у вас есть огромные деньги, но вы этими деньгами ни в коем случае не пользуетесь, потому что это запрещено. Извините, а зачем тогда эти деньги вообще нужны, если ими нельзя пользоваться? Как началась английская революция? В 1637 году в Шотландии вспыхнуло восстание. Поводом к нему послужила попытка ввести англиканские обряды и молитвенник, в то время как в Шотландии уже утвердилось пуританство. Королевские войска бежали практически без боя, шотландцы заняли север Англии. В 1640 году Карлу I пришлось собрать парламент, который должен был одобрить сбор денег на ведение войны. Но парламентарии отказались это сделать, выдвинув прежнее требование – уважение своих прав. В итоге король распустил парламент, который проработал меньше месяца, и заслужил название Короткого, то есть Короткий парламент. Роспуск парламента вызвал возмущение в стране. Беспорядки вспыхнули уже даже в Лондоне. Шотландцы нанесли королю новое поражение. Карлу I ничего не оставалось, кроме как снова созвать парламент, который начал работу в ноябре 1640 года. Он получил название Долгого, так как заседал почти 13 лет. Личность в истории. Одним из противников установления в Англии абсолютной монархии был лидер Долгого парламента Джон Пим. Именно с приказа Карла I арестовать Пима, Хэмдена и еще троих человек началось открытое неповиновение парламента королю. Пим был прекрасным оратором, разоблачавшим злоупотребление короля и его придворных. Так он выдвигал обвинения против фаворита Карла I, герцога Бекингема и графа Страффорда. Пим был одним из инициаторов создания трехгодичного акта. При его участии была создана «Великая ремонстрация», в которой, кроме прочего, содержалось требование подчинить церковь парламенту. Влияние Пима было настолько велико, что его враги с иронией отмечали. В подписи этого человека не хватает только литеры «Р». «Р» в Англии означало «рекс» в переводе «король». То есть, фактически, многие противники Пима говорили, что Пим практически как король Англии имеет влияние. Действуя решительно, парламент добился казни королевского любимца графа Страффорда, отменил корабельный сбор, упразднил Звездную палату и Высокую комиссию. Был принят трехгодичный акт, устанавливавший, что перерывы в деятельности парламента не должны превышать трех лет. 22 ноября 1641 года была принята «Великая ремонстрация», свод обвинений и жалоб на злоупотребление и просчеты королевской власти. Все попытки короля и его сторонников сорвать деятельность зарбавшихся депутатов и арестовать лидеров оппозиции терпели неудачу. На защиту парламента поднялось лондонское ополчение – милиция. Палата общин перенесла свои заседания в деловой район Лондона – Сити. Король был вынужден бежать из столицы в оставшееся верным ему северное графство. 22 августа 1642 года Карл I поднял в городе Ноттингеме личный штандарт, что означало объявление войны парламенту. Вопросы. Что заставляло Карла I вновь созвать парламент? Крайне тяжелая ситуация, сложившаяся в стране из-за восстания в Шотландии. Из-за этого пришлось вновь созвать парламент, причем созвать аж дважды. Первый раз парламент был распущен и проработал всего месяц, но второй раз его пришлось опять созвать из-за очередных поражений от шотландцев. И тут уже парламент правил очень долго. Каких успехов удалось добиться долгому парламенту? Во-первых, долгий парламент отказался подчиняться королю, отказался распускаться и начал принимать законы, которые стали очень серьезно вредить королевской власти. Вопросы и задания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрации в начале параграфа. Какое противоречие между властью и пуританами они подчеркивают? Что ж, вот перед нами иллюстрации, и мы видим два рисунка. Пуританина и герцога Бекингема, то есть представителя очень богатой английской аристократии. Герцог в роскошнейших одеждах с украшениями, роскошный воротник, ювелирные украшения, причем одежда довольно-таки своеобразная, в то время как пуританин крайне и крайне скромный. Глядя на рисунок пуританина, может возникнуть впечатление, что это достаточно бедный человек. Но на самом деле это очень ошибочное мнение. На самом деле многие пуритани были ничуть не беднее, чем герцог Бекингем. Это были очень богатые люди. Но при всем своем невероятном богатстве жили они крайне-крайне-крайне скромно. Причем можно сказать, что даже крайне бедно, подчеркивая своей бедностью, что вот они такие вот все из себя фанатичные пуритани. Ну, я уже говорил, что мое мнение, что деньги не должны быть самоцелью. Если все ради денег и все жертвы ради денег, то, извините, какой вообще смысл тогда в этих деньгах? Деньги это средство, чтобы обеспечивать свой комфорт и не более того. И здесь пуритани, безусловно, они как-то перегнули палку в своей излишней скромности. Второй вопрос. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Начало гражданской войны между королем и парламентом, правление Карла I, начало революции в Англии, правление Якова I. Что ж, здесь все просто. Правление Якова I в начале, потом правление Карла I, и, собственно говоря, начало революции в Англии, и потом начало гражданской войны между королем и парламентом. То есть, обратите внимание, революция все-таки началась раньше, чем гражданская война. Третий вопрос. Определите, какие действия Якова I и Карла I в разных сферах, экономика, политика, управление, религиозная политика, вызывали недовольство населения. Как и почему, кто и почему был ими недоволен? Что ж, в экономике это запреты на огораживание, новые различные налоги, активное поддерживание монополий. Это все в экономике. Здесь недовольны часто были джентри, а также целый ряд обычных ремесленников, которые теряли доходы из-за королевских фаворитов. В религиозной деятельности это попытка продвижения англиканской церкви в те регионы, где активное влияние имели Пуритания, особенно в Шотландии. Попытка введения там англиканских порядков вызвала восстание в Шотландии, которое фактически начало революцию и привело к казни Карла I. Четвертое. Что сближало новых дворян и предпринимателей? Новые дворяне, это все-таки были дворяне, которые активно занимались деловой деятельностью. Старые дворяне, как правило, от бизнеса старались дистанцироваться. Новые, наоборот, очень активно занимались бизнесом. Пусть и своеобразным местным, но и тем не менее занимались. Это сближало их с обычными купцами. То есть, например, для аристократии в средние века заниматься торговлей было как бы очень низко. То есть, типа, я аристократ, торговлей я заниматься никогда не буду. То есть, там были только балы, да, военные действия. Но при всем при этом так было далеко не везде. На Руси, например, князья, они совершенно спокойно отправляли купеческие караваны в разные страны. То есть, так было в основном в Западной Европе. Но в некоторых странах дворянство спокойно занималось торговой деятельностью. На Руси, например. То же самое и в Англии к новому времени тоже часть дворян спокойно занималась торговлей. Какие интересы разделяло новое и старое дворянство? Старое дворянство активно поддерживало короля, а вот новое больше поддерживало парламент. Пятое. В чем важность поступка Джона Хэмпдена? Джон Хэмпден очень активно противостоял тирании короля. Показывая таким образом, он, конечно, проиграл. Но, тем не менее, он показал, что королю хоть как-то, но можно сопротивляться. Почему и два века спустя англичане создавали хэмпденовские клубы для борьбы за свои права? Потому что Хэмпден был первым, кто законными путями пытался защитить собственные права. Именно законными. Раньше, как таковых законных путей, это практически не было. Ну, можно было пожаловаться королю на действия короля. Как вы думаете, каковы были последствия? В лучшем случае того, кто пожаловался, просто избили бы. В худшем казнили бы. Все было очень просто. Поэтому, как правило, сопротивление было вооруженным в виде бунтов и восстаний. Хэмпден одним из первых пытался именно законными путями через суд защитить свои права, показывая, что есть законные пути сопротивления. Он проиграл, но путь законного сопротивления показал. Шестое. С опорой на схему на странице 121 расскажите о государственном устройстве Англии перед революцией. С одной стороны, полномочия короля по этой схеме очень велики. Король имел достаточно широкие полномочия, но опираясь при этом на тайный совет, определенное правительство внутри страны. Но одновременно с этим ряда полномочий, например, принятие ряда законов и самое главное, принятие новых налогов у короля не было. По законам принимать их имел право только парламент, собственно говоря. Парламент при этом был выборным, то есть там присутствовали две палаты. Палата лордов и палата общин. Так вот, палата общин вообще была избираемой. Но при этом учтите, там было не всеобщее право. Там был очень жесткий имущественный ценз. То есть право выбирать имели только те, у кого было определенное количество денег или имущества. Причем этих денег должно было быть довольно-таки много. Если сравнивать с нашей современностью, то, грубо говоря, выбирать мог только тот, у кого, например, была строго двухкомнатная квартира в крупном городе и при этом желательно, чтобы еще на счету был хотя бы где-то в районе миллиона рублей. Вот только такие имели право условно выбирать. А быть избираемыми там и того более. Что ж, седьмой вопрос. Почему попытки короля расправиться с долгим парламентом не увенчались успехом? Слишком много было недовольных действиями короля и слишком мало его поддерживали. То есть поддержка короля была среди старого дворянства, а это в основном север страны. Но одновременно с этим север сильно пострадал при восстании шотландцев. Такова особенность. В то время как наиболее густонаселенный юг и восток страны, они наоборот поддерживали парламент и были против короля. Поэтому и все попытки короля расправиться с долгим парламентом провалились. Далее начните подготовку презентации «Английская революция». Это полный бред. Потому что далеко не во всех школах вообще есть ноутбуки и проекторы, чтобы все это делать. Поэтому забудьте. Нормальный учитель это задание не будет задавать. Девятое. Подготовьте сообщения о королях Англии Якове Первом и Карле Первом. Какие у них были положительные и отрицательные качества? Ну, честно говоря, опять-таки очередной бредовый вопрос. Поскольку мы, извините, живем в России, и какое нам дело вообще до положительных и отрицательных качеств этих английских королей? Пусть английские ученики пишут такие задания. Десятый вопрос. Выясните, как называлась английская торговая компания, созданная в середине XVI века в Лондоне для торговли с Россией? Московская компания, вообще-то она называлась, так как была создана для торговли с Московией. Именно так в целом тогда в Европе называли русское государство. Московия. В честь столицы Москвы. Такова была особенность. Значит, одиннадцатый вопрос. Что такое оппозиция? Дайте общее определение понятия и объясните, что представляла собой оппозиция в начале английской революции. По сути дела, оппозиция — это противники. Но здесь надо очень четко понимать. Это так называемые мирные противники. То есть, грубо говоря, вот есть ваш класс. В вашем классе есть какое-то основное большинство, которое придерживается мнения, что какой-то учитель очень хороший. Но при этом есть определенное количество учеников, 7-8 человек, которые утверждают, что учитель, наоборот, очень-очень-очень плохой. И не поддерживают мнение большинства класса. Собственно говоря, их вполне можно назвать оппозицией. Поскольку у них иное мнение, они не поддерживают мнение большинства. Но при этом вот эта разница мнений, она не приводит к дракам, она не приводит к каким-то скандалам и тому подобного. Да, у них другое мнение. Ну и что? Обычно оппозиция — это слово, которое чаще всего пользуется в политике. Поскольку оппозиции, например, в парламенте называют определенную группу, которая не поддерживает мнение большинства в партии или в парламенте. Вот такая вот особенность. Двенадцатое. Кто такой герцог Бекингем? Это был очень важный, ну, собственно говоря, это герцог, то есть аристократ. Человек, который был фаворитом короля Карла, активно поддерживал его, активно влиял на политику, собственно говоря, английскую. Занимал целый ряд государственных постов и так далее. Почему он вызывал такое недовольство в английском обществе? Многие считали, что герцог слишком сильно злоупотребляет своим положением фаворита при короле. Вполне вероятно, что так оно и было. Должности при короле в то время всегда давали хорошие возможности для личного обогащения. Изучаем документ. Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы. Ваши почтительные просители, считая, что указанные неустройства противоречат законам английского королевства, просят вашу высокую особу сделать распоряжение со всей возможной поспешностью о созыве парламента, который они могли бы быть восстановлены в правах. В каком году было подано это прощение? Скорее всего, в этом отрывке речь идет о петиции о праве, которая была подана при начале правления короля Карла I, когда он созвал парламент. Начало правления Карла I 1625 годы. О каких неустройствах говорят просители? Они говорят о целом ряде налогов и сборов, которые были приняты еще при короле предыдущем, при Якове I, и которые, собственно говоря, совершенно не были одобрены парламентом. Потом еще целый ряд законов, которые также были приняты, которые также были не очень законными. Например, существование звездной палаты и специальной комиссии по судебным вопросам, которые очень сильно были, вызывали сильное недовольство, так как они тоже несколько противоречили английским законам. Ну и третье, некоторые новые вопросы, например, религиозные вопросы, они тоже относятся к определенным неустройствам. Вот три неустройства я перечислил. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Из-за чего король и парламент, мирно сосуществовавшие в Англии на протяжении столетий, оказались в состоянии вражды, переросшие в гражданскую войну? Что Яков I, что Карл I, они считали, что вся власть должна принадлежать им. Ведь они видели пример Франции, где король Людовик XIII, Людовик XIV обладали полной властью и делали вообще все, что хотели, не обращая внимания ни на кого вокруг. Они тоже хотели примерно так же. Но в Англии это было невозможным. В Англии ситуация сильно отличалась от французской. Она отличалась и политически, и экономически за счет очень большого количества джентри тех самых, которые требовали соблюдения своих прав. То есть в Англии абсолютизм был фактически невозможен. Поэтому они и дошли до больших противоречий, которые по итогу привели к гражданской войне.